Приветики всем прокладкоманчикам! Сегодня я расскажу, как делать так, чтобы ни одна прокладка вам не натирала. Даже прокладки с сеточкой, обычно именно прокладки с сеточкой натирают, но также это могут делать даже обычные прокладки с мягкой поверхностью и даже пухлые прокладки. В общем, любые, в том числе и ежедневные. Секрет в том, чтобы у вас не была свежепобритая вся эта зона. Нужно, чтобы было хотя бы немножко волос. И тогда ни одним прокладки не будут натирать. Потому что именно из-за того, что совсем нет никакого скольжения и прокладка слишком плотно прилегает к коже, из-за того, что волос совсем нет, происходит это самое натирание, происходит раздражение. И так как во всем периоде, когда идут выделения, вам нужно, чтобы прокладка все время там находилась. То есть нет такого, что вы можете без нее побыть или без трусиков побыть. Очень важно, чтобы сохранялась эта небольшая воздушная прослойка между прокладкой и вашим телом. Именно этого можно достичь только, не побрившись прям-прям перед самыми месячными. Хотя бы за неделю до месячных не выполняйте бритье, так как вы обычно привыкли. Это единственное, что поможет избежать всех натираний. И еще такой маленький момент, который тоже поможет избежать натираний, это то, что когда вы только что вымылись в душе или в беде, вы не должны сразу же, при сразу же надеть прокладку. Хотя, естественно, при обильных выделениях это сделать сложно, нужно сразу же защититься. Вы все равно должны немножко подождать, чтобы кожа максимально высохла. Это тоже поможет избежать раздражения и натирания. Если вдруг вам ничего не помогает, или слабо помогает, или вы не хотите ни в коем образом использовать советы, которые я дала насчет бритья и насчет того, чтобы максимально сухую кожу держать перед тем, как надеть свежую прокладку. Вам поможет только совет использовать всегда, только в прокладке без сеточки. Просто находите на упаковках, чтобы было написано «Софт», «Софт». Пухлая сама по себе прокладка, она вам будет хорошо, не в жаркую погоду. В этом, наверное, старайтесь все-таки выбирать прокладки с гелевым наполнителем, тонкие. Чтобы они вам не мешали. Это тоже поможет вам избежать определенного дискомфорта в связи с ношением прокладок. Также, что может натирать? Даже если вы использовали все методы, но вам все равно вдруг ничего не помогло. Почти во всех сейчас современных прокладках все продаются с крылышками. Именно крылышки ответственны за то, чтобы прокладка была распрямлена на тросах. Но именно крылышки и дают это самое натирание. Потому что они расположены в таких местах, на сгибе ног, где в основном это натирание и раздражение и происходит. Поэтому последний возможный вариант, который вам поможет, если ничего не помогло, покупайте прокладки без крылышек. Бывают такие дешевые прокладки, например, какая-нибудь Белла или Мисс, которые такие пухленькие и у них просто такие, оп, без крылышек. Это редкость находить такие прокладки без крылышек, но все же не бывают. И плюс в том, что они даже выгодные. Если понравились советики, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока! Смотрите другие видео!